В Донецк прибыла колонна гуманитарного рейса Рината Ахметова. Грузовики доставили 320 тонн продуктов, а это 30 тысяч наборов для мирных жителей. А тех, кто ждёт помощи, расскажет Юлия Меншакирова. В первый день работы нового пункта выдачи помощи Рината Ахметова сюда пришли сотни макеевчан. Ранее жители Червоногвардейского района получали гуманитарные наборы на окраине. Добраться туда было непросто. Близко, удобно. Тут сильно далеко было надо, а как больные с ногами больными, так туда далеко. Спасибо, спасибо Ахметову, спасибо большое, что он и низкий ему поклон. В штабе прислушались к просьбам жителей и открыли пункт выдачи в центре района. Когда мы поняли, что наш старый штаб, расположенный в Червоногвардейском районе, не соответствует ожиданиям наших благополучателей, а им с наступлением холодов стало тяжело добираться туда, мы сделали все возможное для того, чтобы найти новое, более удобное место. У Николь трое детей. Сегодня она получает детский набор для своего трехмесячного сына. Денег на детские смеси и пюре у многодетной матери нет. Мне помогло то, что я хоть грудью кормлю и подкармливаю просто. Мы очень благодарны, что есть такая помощь от фонда Рината Ахметова. Гуманитарную помощь Рината Ахметова в народе уже давно называют наборами выживания. Ведь у большинства нуждающихся доходы минимальные. Сахарный диабет у меня, только денег хватает мне на таблетки и заплатить за квартиру, за жилье, за воду и за газ. Вот моя пенсия. Тысячу триста. Пенсионеры поставлены перед непростым выбором. Потратить минималку на лекарства или на продукты. Чаще всего экономят на еде. Это два раза три сходить на базар. Оплатить и все остальное, как хочешь. Спасибо большое, что так помогают. Помощь хорошая. И масло, и сахар, и мука. Мне, например, хватает муки так на месяц. Помощь Рината Ахметова получают льготные категории мирных граждан. Многодетные семьи, инвалиды, сироты, матери-одиночки, беременные и пенсионеры. Благодарим за то, что в такое время он, так сказать, протянул руку помощи. Сегодня на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения работают 42 стационарных пункта выдачи помощи Рината Ахметова. 29 на неподконтрольной территории в таких городах, как Донецк, Макеевка, Янагиево, Горловка, Иловайск, Докучаевск и других. На подконтрольных территориях точки раздачи открыты в 13 населенных пунктах. Наборы получают жители Мариуполя, Артемовска, Волновахи, Дзержинска, Дружковки, Доброполя, Краматорска и других населенных пунктов. В глубинке Донбасса, так называемой серой зоне, куда доставить продукты очень сложно, работают мобильные пункты выдачи. Волонтеры уже раздали более 60 тысяч наборов выживания в 180 населенных пунктах и 9 районах. Сейчас в условиях нестабильного мира мы понимаем, насколько наша помощь нужна и важна для мирных жителей Донбасса. Как тех, кто покинул свои родные дома, так и тех, кто остался на неконтролируемой территории. Поэтому мы хотим сказать всем нашим землякам, что Ренат Ахметов будет помогать, пока не наступит постоянный мир, пока люди не почувствуют уверенность в завтрашнем дне. С начала работы гуманитарного штаба по обе стороны линии разграничения волонтеры выдали 5 миллионов 237 тысяч продуктовых наборов. На этой неделе на Донбасс отправятся еще две колонны гуманитарного рейса Рената Ахметова. Юлия Меншакирова, Данила Киреев, Николай Освеченко. События. Канал Украина.